Привет, с вами Игорь. Я думаю, что откуда-то у вас очень странные установки по поводу ранга, по поводу мира мужчин, то есть некая такая вот такая нацеленность на гендерную составляющую, она у вас присутствует. Связано ли это с тем, что у вас не было отца и вы все время испытываете проблемы мужественности, проблемы достижения мужественности, вот, или здесь что-то другое, это нужно выяснять, но, как бы, мягко говоря, это бросается в глаза, потому что ни о каком ранге, ни о какой ранговой модели, ни о каком мире мужчин, как вы его называете, я, если честно, никогда не слышал, потому что никакого мира мужчин не существует. Да, существует, безусловно, конкуренция, но конкуренция, она всегда обусловлена контекстом. То есть конкуренция возникает тогда, когда существует дефицит чего-либо, да, дефицит чего-либо. И если мы говорим про, например, женщин, то дефицитов в женщинах нет, потому что женщин больше, чем мужчин, вот, поэтому это скорее у женщин дефицит, дефицит мужчин, нежели чем наоборот. Вот, поэтому это дефицит надуманный, это дефицит, я бы сказал, стереотипный, вот, другое дело, если вы ограничены каким-то, вот, ну, как, каким-то, какой-то сферой, к примеру, вот, вы говорите, как общаться с представителями своего же пола в коллективе на работе, то есть почему именно в коллективе на работе, вот, допустим, ну, зачем общаться с кем-то в коллективе на работе, а, Игорь, вот, в принципе, общаться, вы там до работы пришли, вы работаете, вам там выполнять свою работу нужно, вот вы выполняете свою работу, зачем общаться с коллективом, вот, то есть вы, мне кажется, допускаете очень такую распространенную ошибку среди людей, а именно, пытаетесь, а, смешивать рабочие отношения и отношения профессионалами, ну, это так не, это так не получится, понимаете, вот, это первое, второе, вы говорите, что боитесь конфликтов, вы не верны в себе, а, кем бы вы не были, каким бы вы не были, вы можете быть кем угодно, можете быть резким, можете быть мягким, неважно, важно, важно другое, что каким бы вы не были, вам в этой позиции, первое, должно быть комфортно, то есть вам нужно чувствовать себя естественно в этой позиции, чувствовать, что вы, не знаю, не напрягаете свою силу воду, например, да, вот, просто банал, просто банал, не напрягаете волу, в этой позиции, что вот, у вас есть позиция, вам в ней хорошо, в этой позиции, всё. Это первое. И второе, это то, чтобы вы в ней были уверены, то есть, чтобы вы не сомневались в ней. То есть, здесь дело не в конкуренции, здесь дело не в том, что, эм, там, ранговость и так далее, вот, если только в негласное, негласное, если только привязанное исключительно к какой-то вот такой, ну, каком-то класс, да, например, там, чиновники, например, там, что-то ещё, да, вот такого типа, вот, если только это, если только это, если только в этом направлении, если только вот, если только, эм, то, что касается вот данного аспекта, если только, всё, в принципе. Больше, как бы, ну, гласность, на самом деле там никакой нет. Вот, а, значит, дело в том, что люди у вас же неуверенность чувствуют, понимаете, и дело здесь не в том, что вы должны, там, вести себя как-то, как бы вы себя не вели, как бы вы, там, как бы вы, там, к себе не относились, к вам будут, вас будут воспринимать, эм, одними тем же образом, как бы вы не, там, грубо говоря, себя не вели, да, вот. Вот, а, просто, вот, эм, просто потому, что люди чувствуют у вас неуверенностью, если вы не уверены в себе, то, собственно, Ну а почему бы, почему бы в таком вот случае, да, если вы в себе не уверены, почему бы вами не воспользоваться, почему бы за вот, там, грубо говоря, ваш счёт, да, как-то вот не смотрят, ну, люди, да, люди, вот они такие, люди такие. Вот, и если есть такая возможность, то, да, человек так поступит, вам совершенно не обязательно играть по, ну, грубо говоря, по этим правилам, да, то есть вам можно и нужно играть по своим правилам, этого, в принципе, ну, более чем достаточно, вот, понимаете. Играть по своим, именно по своим правилам, так как вам хочется, понимаете. Так как вам комфортно. быть комфортно. И задача ваша заключается в том, наверное, чтобы себя найти, знаете, чтобы найти вот такую позицию, в которой, по-моему, был максимальный комфорт. Вот. А для этого нужна перестать бояться конфликтов, а для этого нужно, собственно, всесторонне работать, ну, над этой историей. именно, что всесторонне, то есть, это именно, вот, всесторонняя работа. С одной стороны, с уверенностью, с другой стороны, с ценностью, с третьей стороны, с развитием себе мужественности и так и так далее. Вот. А физическая история здесь особо, особо не важна. Вот. Повторюсь, меня смущает то, что вы говорите про ранговость, вот, целая конфликта прорабатывается. А дальше, значит, так, я лично воспитанный, влечко думаю о чувствах других. Ну, вот, понимаете, Игорь, в чём штука? Вот в чём штука? Вы говорите, что думаете о чувствах других людей. Не получится, потому что каждый человек отвечает за себя сам. Да? То есть, что-то, о чём мы здесь по факту говорим. Мы здесь говорим о личных границах, получается. Вот. Знаете, какая штука? Вот. Мы говорим именно, именно о личных границах. Мы говорим о том, к сожалению, что вами ваши личные границы не защищают. Почему не защищают? Вопрос. Привыкли вы их защищать? Не привыкли вы их защищать? Скорее всего, не привыкли. Скорее всего, второго. Нужно поработать, чтобы привыкли. Нужно поработать, чтобы научились личные границы своей защищать. Если вы сейчас не умеете, то психолог вам поможет. Ну, психолог вас научит. При условии, при условии, если вы этого хотите. Вот. То есть, если вы этого не хотите, если вы не хотите. Если вы как-то вот, ну, не знаю, там, может быть, рассчитываете на лёгкий какой-то вот результат, да, там, может быть, вы рассчитываете на то, что всё, ну, всё даётся легко, то нет. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Легко вам это не даст. Ну, по крайней мере, это потребует, потребует каких-то усилий от вас. Вот. Следующее, значит, так, так, да, и самое интересное, что вы себя таким образом ставите выше других. Вот как бы это парадоксально не звучало, вы называете, вы называете, вы говорите, что я, значит, вообще-то чувствую, там, что я, там, хуже, другие, да, и так далее. Вот. Но по факту получается, что вы ставите себя выше других, потому что вы называете себя ответственным за то, что чувствуют другие люди. Вот. Ну, как я уже сказал, если вы берёте ответственность, значит, на себя за свои, за чувства других людей, если вы берёте ответственность, то, ну, как минимум, это, ну, что-то присущее, наверное, Богу. Вот. Я могу вас только спросить, вы что, Бог? Ну, я думаю, что это очевидно, что нет, но вы ведёте себя как? Да? Да? И, соответственно, что? Это вот, ну, как бы. Так, то есть, вы себя понимаете, но действительно, вам кажется, что вы выше. Вот действительно, вам кажется, что вот, ну, что вы, ну, с некоторым предврением относитесь, там, к этим людям и так далее. то есть, обесцениваете, обесцениваете их, вот. И с неприязнью относитесь к тому, что, вероятно, вам придётся, там, как-то вот использовать, ну, грубую силу, да, для того, чтобы занимать достойное место. Просто, понимаете, позиция сил, она предполагает постоянную борьбу. То есть, на любого сильного человека всегда придётся кто-то более сильный. Таков, в общем-то, закон, и это нормально. А ориентироваться нужно не на силу, у которой нет, как бы, конца и края, да, вот. Она, как бы, то, что вот вам, ну, то, что вам самому дорого, то, что вам самому нравится, то, что вам самому интересно, то, что вы сами вот так или иначе хотите, то, что вам самому так или иначе интересно. И это куда более, наверное, такой важный момент, чем то, что вы говорите. Но, повторюсь, как мне видится, проблематика здесь основная заключается в том, что вы считаете, ну, вот, большие отношения продаёте ранг, ну, какой-то такой ранговости, да, то есть в борьбе. Вот, это, к сожалению, для вас, к счастью для вас, это совершенно не так. Вот, это абсолютно не так. Вот, и я могу только сказать, что чем больше вы взбуждаетесь на вот такую важную тему, тем больше вы заостряете своё внимание на гендерном аспекте, скажем так, ну, на гендерном аспекте человеческого взаимодействия. Вот, тем более сложно вам будет, тем более сложнее вам будет, тем более напряжённее вы будете себя чувствовать. Ну, опять же, совершенно очевидно, почему, да, потому что если позиционировать себя только как то, что, ну, вот, я сильный, что мужчина должен быть сильным, если позиционировать себя так, то что делать, если встретиться, ну, если встретиться такой, ну, более сильный, вот, что делать в этом случае? Что делать в случае, если, если, так сказать, попадётся на вот такое, наверное, не очень, ну, не очень такое, наверное, красивое слово, но тем не менее, вот что делать, если попадётся человек, который будет более сильным, чем, ну, чем я, например, мужчина, который будет более сильным, чем я? Вот, что в таком случае делать? И вы этого боитесь, и в какой-то степени вы правильно делаете, что этого, ну, что этого боитесь? Вот, потому что пока для вас это так, и пока что вы можете, да, достаточно легко в этом, как бы, проиграть, поэтому я думаю, что, я думаю, что вам нужно поработать в этом, ну, в этом направлении, именно в этом направлении нужно поработать. Вот, и, соответственно, тогда уже думать, в каком, ну, в каком дальше двигаться, какой вектор для себя выбрать в дальнейшем. Вот, Игорь, ну, повторюсь, над своими стереотипами, над вашими стереотипами, которые у вас есть, мне кажется, нужно работать, потому что стереотипы способны испортить жизнь, ну, как бы испортили, даже не способны, а испортили жизнь очень многим людям. Вот, и мне бы просто не хотелось, чтобы это были еще и вы тоже, чтобы, ну, вам это испортило жизнь. Вот, и надеюсь только, что вот вы как-то для себя данный аспект выделите. Вот. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Самым лучшим образом надеюсь, что вы обратитесь за помощью, потому что, поскольку вы живете так уже не первый, скорее всего, год, то вам самому будет сложновато что-то себе поменять, а вот с помощью специалиста это будет достаточно, ну, это будет гораздо быстрее. Единственное что, что специалиста это выбрать такого, чтобы вы ему максимально доверяли. Удачи, Игорь, Игорь.